Боже, саундклауд рэперы и татуировки на лице. Что думаете об этом? Чё это за хуйня? Ну вообще, если честно, однажды мне пришлось спросить у своих сотрудников, кто вообще такие саундклауд рэперы. Как-то видел мем, где была подпись. Он выглядит как школьная парта. Мне кажется, это самое смешное со всеми этими маленькими метками на лице. Они безумные, люблю татуировки, так что иногда... На самом деле, не слушаю молодых рэперов. Я больше слушаю... Не смейтесь. Но я больше слушаю Адель. Да, слушаю Адель. Сэма Смита. Но это же такой стиль, да? Это люди, которые набивают себе много-много маленьких татуировок повсюду, по всему своему телу. Но они же ужасные, они как будто бы просто каракули какие-то. Рэперы? Какие ещё саундклауд рэперы? Я не понимаю, что вы имеете в виду. Слушай, не знаю. Я всё ещё слушаю Эмин Нейма. И... Дэм Икса. Я не могу сказать, что фанатею от хип-хопа. Снаружи всё это кажется довольно смешным. Думаю про себя. Мужик за такие деньги. Я бы набил им татуировки бесплатно. На это всё больно смотреть. Вот всё, что я могу сказать. Они вдохновляют. Они очень серьёзно продвигают всю эту тему с татуировками на лице. Так что меня всё устраивает. Ещё слушаю... Чёрт, как его зовут? Тим Магро. Да, я слушаю много кантри. Я думаю, что это смешно. Недавно узнал про Секс Найна. Он чудесный. Такой смешной. Я думал, что это такая шутка. Это всё очень смешно. Ну вообще, я не фанат татуировок на лице, но считаю, что каждому своё. Мы с женой любим караоке. Своё дело знаем. Качаем под Айра Смит. Получается сильно. Ну вообще, каждому своё. Естественно, это будет кому-то нравиться, потому что эти люди очень популярны, очевидно. У каждого своё мнение, я это понимаю. Я бы не стала, например, набивать себе портаки на лице. Не знаю, если бы ко мне пришёл кто-нибудь помоложе, 18, 19 или 20 лет, и хотел бы, чтобы я набила ему татуировку на лице, я бы сказала, может быть, сходи к кому-то ещё. Я не хочу брать себе грех на душу. Я не знаю, мужик. Я уже не так молод. Да, времена поменялись. Думаю... Думаю, теперь это нормально. У вас столько денег, и вы набиваете все такие херовые татуировки. Делать хорошее. Обращайтесь нормально мастерам. Сегодня много рэперов с татуировками на лице. И сама мне эта тема очень нравится, но я бы хотела, чтобы рэперы были более избирательными с мастерами и с татуировками, что они себе бьют. Я скажу прямо, Уиззи уделывает всех. Мне пофиг, чем занимаются молодые рэперы, но если бы я могла набить что-то, Уиззи, он король. Ну, может, не король, но он подобрал те, которые он ближе всех. Уиззи, я хочу набить тебе что-нибудь, если ты слышишь, и я тебя не подведу. А, они просто забивают себе бардашки? Кто такие вообще саундклод-рэперы? Ну, наверное, люди, которые пришли к успеху на саундклоде. Почему тогда мне должно быть не пофиг? Но я думала, о них сейчас есть странный тренд. Ну, ладно, не странный, но существует тренд, рэперы просто забивают себе лица. Ну, если нравится, то ладно. Учитесь на своих ошибках. Не, мне пофиг, это не мое дело. Где кто себя забивает или что они набивают, это вообще не мое дело. Хочешь себе татуировку? Дерзай. Что бы это для вас ни значило. Единственное, о чем я могу сказать, это моральный устой татуировщика. Да забейте себе все лицо, вообще полностью. Черным, даже глаза. Почему нет? Я не думаю, что это плохо. В таком мире мы живем, и татуировки теперь на виду. Люди забивают лица, ладони и остальное телопончиками. Это, это зеркало общества. Ну, если нормально набито, они никогда не набивают нормальные. Окей, я стараюсь воздать должное моим людям, братка. Я имею в виду, если набито нормально, то, честно, эти белые рэперы, братан. Вернемся к татуировкам. Давай не будем пересекать границу. Реально хуевые татухи. Ты мужик, это безумие. Слушай, ну, так много людей с такими. У меня есть татуировка на лице. У меня тоже. Если это сделано со вкусом, тогда это нормально. Это сложное решение. Ты делаешь татуировку на лице, когда уже у тебя много татуировок. Окей, самое время. Но есть столько людей, которые набивают первые татуировки себе на лице или на ладонях. Бро. И ты делаешь татуировку за 85 долларов. Камон, мужик. Набивать себе след от поцелуя на щеке? Реально? Или зайчика из плейбоя? Или прицел? Знаешь, это их право. Пусть делают, что хотят. Как по мне, у меня нет татуировок на лице. Ничего не имею против таких тату. Но это... Это слишком сурово. Это крайность. Тренды приходят и уходят. Знаешь, с каждым разом все становится более чрезмерным. Как будто сейчас уже одного пирсинга мало. Теперь мы проводим ампутации, и это то же самое. Я не понимаю, что такого в желании быть невеждой? Если ты собираешься забить лицо, забей его чем-нибудь крутым, чем-нибудь красивым, чем-нибудь в чем был бы талант. Зачем забивать лицо мусором? Чтобы просто следовать трендам? Мне никогда не нравилось, что татуировки были трендовыми. Но это неизбежно. Так что нужно отделять хорошее от плохого. Ну, если говорить о саундклауд-рэперах и татуировках на лице, вообще Джош Пейн хорошо высказался об этом. А сейчас, в мире татуировки, мы находимся на том этапе, когда люди забивают себе лица. И это уже своеобразная крайность. Что же тогда будет дальше? Он сказал, что может произойти упадок культуры татуировок из-за того, что люди перебарщивают, и это становится трендом. И что будет потом? Люди наделали до хрена пирсинга в свое время. Это им надоело. А потом пошли безумные боди-модификации, и люди с обычным пирсингом уже перестали быть трендовыми. Мне кажется, что ситуация крайне хреновая, потому что что будет дальше после такого большого количества татуировок? Это пресыщение. Это страшно, потому что тату может перестать быть популярным, и только, ну, сильнейшие из сильнейших выживут. Ну, я бы потусила с Постмилоном. Все, что я могу сказать. Знаете, я думаю, всегда будут тренды в культуре татуировки, всегда будут тренды в любом направлении искусства или какой-то инновационной области культуры. Я так думаю, все эти рэперы с этими безумными татуировками повсюду... Ну, ну что же, жизнь коротка. Думаю, лучше меньше, да лучше. Если хочешь себе, ну, какую-то безумную татуировку прямо по центру твоего лица, действительно хочешь, то вперед сделай ее. Жизнь очень короткая. Я думаю, лучше сожалеть о том, что ты сделал, чем сожалеть о том, что ты так и не сделал, и думать, а как бы оно все-таки было. Я тоже думаю набить тату себе на лбу. Может быть, я просто устала, но... Знаете, каждому свое. Стремитесь к счастью. Что бы ни делало вас счастливыми, просто сделайте это. Это скоро пройдет. Это мода. Это мода. Может быть, кто-то где-то и хотел себе татуировку на лице, или у них она была раньше, но большинство просто следует моде. Через пару лет это исчезнет. Некоторые из них клевые, некоторые уродские. Будем честны друг с другом. У многих людей забиты рукава, но забивать лицо, ладони, все такое... Честно, я не делаю такого для обычных клиентов. Разве что для друзей из сферы, потому что они лучше это все понимают. И их так сильно не задевают эти тренды, чем всяких подростков, только что вышедших из школы, и они говорят, да, я хочу забить себе лицо, то я извиняюсь и отказываю им. Я не хочу рушить им будущее своими руками. Я не знаю. Думаю, похоже на то, что растет качество этих татуировок на лице. Обычно они ужасного качества. Мне все равно, где расположена татуировка. Если она хорошо сделана, то здорово. Но если ты бьешь что-то себе на лице, и эта татуировка плохого качества, и она представляет тебя везде и постоянно, то не знаю. Наверное, у меня нет однозначного мнения на этот счет. Такие татуи — это, в первую очередь, заявление о себе. И это двигает татуировки в мейнстрим. Не у меня это спрашивать. Моя сестра смеется в голос этих рэперов. Я не понимаю этого. Мне не нравится. Мне не нравится, что они не понимают, какое влияние они имеют на младших. И это то, чему они их учат. И к чему это ведет тату сферу. А это уважаемые татуировщики. Я даже их не слушаю. Этих рэперов. А потом вижу это все, и вижу, к чему это ведет. Как на это реагируют мои дети. О чем они вообще говорят. О депрессии, о наркотиках, и довольно негативных вещах. И у них эти татуировки на лицах. Так что теперь вы входите на мою территорию, в мою личную жизнь. Возможно, подрываете мою карьеру. Ничего хорошего не найдешь, когда разберешься и узнаешь, кто эти люди. Так что я не понимаю этого.